В прошлый раз мы сделали такую попытку самого первого приближения к бионовскому понятию мышления. И вообще я, конечно, не буду торопиться. Я уже в прошлый раз, по-моему, сказал о том, что у Биона очень странное понимание мышления, и оно совершенно не похоже на все философские концептуализации. И та точка отсчета, которую мы попытались задать, то есть она связана с Фрейдом, и с той коллекцией, которую Биона собрал из разных фрагментов Фрейдовского текста, когда оказалось, что к мышлению относятся и первое, и второе, и третье, и четвертое, и пятое. И мне, конечно же, тут автоматически, неосмысленно, наверное, автоматически вспомнилось декартовское относительно того, что валить, стремиться, избегать, то есть все это оказывается мышлением. Аналогия, конечно, не совсем полная, но действительно для Фрейда чувство, внимание, память, суждение, то есть все это оказываются такие ситуации, в которых как будто бы присутствует момент мышления, то есть что-то такое случается, что позволяет сформироваться. Я всячески стараюсь избегать его способность, хотя, наверное, и оно здесь тоже пригодится, но вот когда Фрейд задал две эти координаты, принцип удовольствия и принцип реальности, то, как вы помните, мышлением здесь считалась стратегия, как бы стратегия установления отношений с реальностью. И все. И тут же можно сказать о том, что дальше Фрейд использует это достаточно активно в попытке продвинуться в клиническое поле, то есть когда, например, он говорит о различии невроза и психоза, то он сразу же указывает на то, что невроз сохраняет отношения с реальностью, но искажает их, а психоз предполагает конфликт между я и внешним миром, то есть нарушение отношений с реальностью. И если мы будем еще более радикальны, то можно будет сказать, что психотик с точки зрения Фрейда оказывается полностью оторван от реальности. И это тот посыл, который Биона очень интересует и с которым он потом будет работать как достаточно предмет. Все-таки мышление это такая вещь, которая так или иначе связана с категориями абстрактных и конкретных. То есть это способ работы с идеализациями. И, может быть, в этом ключе можно было бы сказать, что интуиция мышления у Биона такая более математическая. И вот один из мотивов, который для него является двигателем всего процесса, то есть его как бы личного психоаналитического процесса, он связан с современным ему состоянием психоанализа. А я вам уже говорила о том, что он с психоанализом знакомится в Тевестовской клинике в Британии. И это такое место, где наряду с психоанализом присутствует огромное количество других психологических и психотерапевтических концепций. И тем самым он сразу же попадает в ситуацию многоязычия. И ему, в общем, трудно очень выбрать. И вот совсем недавно я сделала для себя это открытие, перечитала Тевестовские лекции Юнга и даже испугалась, потому что это абсолютно изэкпиона. Это было открытие, которое мне не хотелось совершенно делать, но пришлось. Бион находится под влиянием Юнга в 30-е годы очень сильно. Ну, как всегда, да, то есть вот все влияния, которые он претерпевает, они носят очень специфический характер. То есть он странно слышит, будучи странным человеком, то есть он очень странно слышит все сообщения, которые до него долетают. И вот в его сознании, например, мысли Фрейда и мысли Юнга никак не конфликтуют. Вот у всех конфликтуют, а у него не конфликтуют. Мы сейчас, конечно, с этим не будем разбираться, но я только скажу о том, что вот эта вот разная языка, да, ситуация, она, ну, побуждает его, то есть все равно, да, то есть необходимость выбора предпочтений, необходимость перевода, необходимость каких-то консенсусов, да, которые нужно достигать. Вот все это присутствует, да, то есть и ставит вообще вопрос о языке. И именно в этом, да, и кроме того, мы знаем, что, собственно, фрейдерский язык, он оказывается самым успешным. Ну, самым успешным в том смысле, что самым заразным. То есть он стремительно распространяется по всему миру или вплоть до настоящего времени. Ну, то есть если нам говорят психоанализ, то мы говорим о, типа, в комплекс, комплекс кастрации, фетиш, ну, что-нибудь еще там такое, да. То есть этот словарь, он очень устойчивый, с ним вообще ничего сделать невозможно. И уже даже не верится в то, что этого языка не было до начала XX века, то есть что это просто вот сделанный, то есть у нас на глазах язык, и язык, являющийся действенным. Хорошо это или плохо, это на самом деле очень большой вопрос, потому что, ну, те претензии, которые психоанализу предъявляются, они как раз связаны главным образом с языком, да. То есть когда другие люди начинают спрашивать, «Вы что, серьезно, что ли, про Эдипов комплексы, про его универсальность и про все такое?» Ну, а им в ответ начинают говорить о том, ну, не в этом смысле, а в смысле семиотизации, ну, то есть мы про всеобщность, да, то есть мы про концепты, ну, и так дальше, да, то есть начинается этот разговор. Так вот, Беон и с самого начала думал, и до самого конца думал о том, как же они будут разговаривать друг с другом в разной психоаналитике, потому что вот эта вот тема раскола, которая сразу же сработала, да, то есть и тема невозможности понимания, ну, то есть она в психоанализе более чем в каком-либо другом эпистемиологическом пространстве, оказывается активной. И это смешно, потому что, ну, это же глубинная керминептика, то есть психоанализ, это же про понимание, и когда специалисты по пониманию оказываются теми, кто плодят непонимание, не могут говориться, то что-то здесь не так. Ну, в любом случае, а может быть и наоборот так, ну, Беона это очень тревожит, и он, к тому же в это время, внимательно читающий философов науки, и Рассела, и Шлика, ну, то есть и Понкаре, он размышляет над тем, что вообще-то не худо бы, да, я уже говорил о том, что психоанализ для него является, безусловно, наукой, то есть для него отсутствует вот этот вот запасной ход, связанный с искусством, то есть с тем, что, ну, так тут вообще как бы никакого вопроса о всеобщности не стоит. Нет, вопрос важен. Ну, то есть и к проблеме истины мы тоже еще постараемся подойти, и вот он принимает такое решение, да, то есть он думает о том, что вот психоаналитики, пользуясь разным языком, они осуществляют некие логические артикуляции, ну, то есть и вот эти логические артикуляции, их можно попытаться зафиксировать. Поэтому если психоанализ наука, то он должен быть формализуем. Но это, безусловно, должна быть какая-то очень странная формализация. И он пытается делать это, ну, как бы не порожная систему, например, да, то есть не претендуя на окончательность решения, да, то есть он совершает какие-то такие первые шаги, и один из первых таких шагов, например, связан с введением понятия альфа-функция. То есть он говорит о том, что давайте не будем вводить специфические термины, как кастрация или типов комплекса, а давайте попробуем описать, во-первых, в такой логической перспективе, если у нас получатся психические процессы, ну, то есть то, что происходит вообще в сознании, в бессознательном. Ну и кроме того, конечно, попытаемся описать аналитическое взаимодействие таким же примерно образом. Ведь если психоанализ является некоторым конкретным событием, то есть это всегда точка отсчета, ну, то есть психоанализа без аналитического кабинета не существует. И аналитик, собственно, начинает теоретизировать, то есть для него теоретизация становится жизненной необходимостью. Ну, то есть ему нужно как-то описать то, что происходит в кабинете. И он же там вот что-то видит, и вот это видимое, да, то есть он может как бы на обратном ходе попытаться обозначить те механизмы, которые производят такого рода эффект. Ну, вот он и делает такой первый осторожный ход и говорит, вот совершенно точно, ну, то есть мы можем сказать, что одна из важнейших психических тенденций связана с производством смыслов и с производством смысла в самых разных формах. Это фантазии, ну, то есть это речь, это сновидение, ну, то есть это вот все, что... Это представление, ну, то есть это аффекты. И вот давайте назовем все то, что... То есть ту силу, которая... В результате которой появляются все эти образования, давайте ее просто, ну, так вот, обозначим функцией. Функцией еще и потому, что когда такие вещи происходят, то они предполагают как бы несколько переменных. То есть сразу же несколько моментов оказывается вовлечено в игру, и изменения происходят одновременно с ними, со всеми. И при этом эти изменения, они оказываются коррелативны. Поэтому математическое понятие функции, оно... Я не математик, поэтому... Я, конечно, старательно читала, что такое функция, но до сих пор у меня, в общем, приблизительное в этом представление. Я понимаю это вот так. И, как мне кажется, Бион пытается говорить вот об этом, да, то есть что вот в психоаналитическом поле для него такая проблема существует, да, то есть попытаться описать не один какой-то параметр, ну, то есть описать несколько параметров, с которыми одновременно происходят какие-то изменения. И вот это он называет функцией и обозначает, ну, чтобы не просто функция была, да, то есть называется альфа-функция. Говоря о том, что природу вот этой альфа-функции, мы сейчас ничего об этом не можем сказать и даже не будем пытаться, но мы будем пользоваться этим понятием, да, то есть альфа-функция для него своего рода такая точка отсчета, да, то есть это то, с чего все начинается, и то, что можно наблюдать как на самых ранних, так и на более поздних стадиях. И это как бы один такой ход, связанный с формализацией, да, то есть его задача попытаться увидеть психоанализ как некое подвижное, логическое целое. Ну, то есть и психическую реальность тоже попытаться увидеть как логическую артикуляцию, да, то есть вот что-то здесь такое происходит, ну, то есть что, ну, как бы снова и снова повторяется, да, то есть и имеет не только, ну, то есть связано не только с эмпирической повторяемостью, да, то есть это какие-то структурные жесты, то есть сами способы функционирования психики, ну, то есть они оказываются такими, как бы универсальными жестами, да, то есть вот эта интуиция постепенно начинает как-то прокладывать путь внутри биона. И эту интуицию он разметит этими своими буквочками бета и альфа. Ну, то есть он будет говорить о том, что вот два типа процессов, ну, и, в общем, в этом есть некая аналогия, потому что мы помним, Фрейд ввел на первичный и вторичный процесс, и первичный процесс, это процесс канализации аффекта, такой хаотические, хаотические пути передачи импульса, а вторичный процесс, это гораздо более организованные, такие рациональные уже, да, то связанные со словесными представлениями и подчиненные этим словесным представлениям цепочки. Ну, я не думаю, что есть смысл проводить аналогию, да, то есть говорить о том, что вот Фрейдовскую концепцию первичных и вторичных процессов Бион превратил в бета и альфа, там, функцию, например, да. Нет, потому что здесь уже совершенно очевидно присутствует некоторый сдвиг интонации, да, то есть Бион говорит о другом, да, то есть о чем-то другом. То есть первый момент формализации такого рода, второе, второе направление его мысли еще более неожиданное. Ну, то есть он начинает размышлять о роли мифа в психоанализе. Ведь вот эта терминология, да, то есть этот язык, который был создан, ну, то есть он как бы сразу отсылает нас к мифологическому пространству. Ну и да, мы знаем, что Эдипов комплекс, да, то есть мифы в Эдипе, центральный миф психоанализа, и вообще психоанализ очень любит мифы, и миф о нарциссе, да, то есть и вообще при любом удобном случае Фрейд обращается в мифологическое пространство и использует вот эти метафорические, то есть эвристические возможности метафори, то есть так можно сказать. Бион очень серьезно относится к этому. Настолько серьезно, что он даже думает, что дело не только в том, что метафора, она такая живая, то есть что с помощью метафоры гораздо ярче, да, пластичнее, убедительнее можно показать какие-то, проиллюстрировать понятия, да, то есть репрезентировать понятия. Что миф это не только подспорье для того, чтобы завершить эту работу концептуализации психики. Миф это другая как бы вещь. И тут я, наверное, попытаюсь сделать еще один такой шаг в сторону, да, то есть для того, чтобы вернуться потом вот ровно в эту точку, да, то есть в точку мифа. Бион, работая с психотическими пациентами, сталкивается, ну, в общем, с очень сложными задачами. И эта сложная задача, ну, то есть она могла бы вообще такой не быть, да, потому что работа по созданию психиатрических нозологий активно ведется на рубеже 19-20 века. Существует какая-то элементарная психиатрическая диагностика и вообще говоря, существует при психиатрической клинике, то есть будучи полностью встроенным в медицинскую систему, и он имеет полное право на то, чтобы с тем человеком, который появляется у него в кабинете, обходиться в соответствии с этими классификационными стандартами. Ну, то есть ставить диагноз, находить те признаки, на основании которых этот диагноз выносится, верифицировать наличие этих признаков и работать в соответствии с тем, ну, дальше, да, то есть следующий ход, как лечить то или иное расстройство. Но Бион этого не делает, потому что ему важно не диагноз поставить, то есть ему важно понять, что говорит этот человек для начала. А речь психотика, она далеко не всегда логически артикулирована, то есть там нарушены грамматические порядки, там может не хватать важных элементов предложения, он вообще может не всегда пользоваться речью. Очень много невербальных элементов участвует в этом событии. И понять смысл сообщения, да, то есть вот выбор как бы очень простой, или перед тобой объект, который ты описываешь, или перед тобой человек, который хочет что-то сказать. И Бион исходит из-за... То есть его интересует прежде всего вот это сообщение. И он все делает для того, чтобы пытаться понять сказанное и вообще понять, что здесь происходит. И он вынужден констатировать, что понять это в некотором смысле невозможно. Тоже такое странное осуждение со стороны специалиста. Агностическое такое, да? Но Бион очень такой внимательный читатель Канта и увлеченный читатель Канта. Поэтому он использует другой термин. То есть он говорит о том, что происходящее в аналитическом кабинете науминальном. То есть какие-то вещи обнаруживаются, да, то есть что-то, с какими-то феноменами мы можем иметь дело. Но вообще-то само аналитическое событие, да, то есть душевная жизнь другого человека, моя душевная жизнь и события встречи, да, то есть вот это все полностью можно отнести к регистру науминального. И это значит, что мы можем это мыслить, но мы не можем, ну, как бы вот это опосредование, да, то есть чувственное выстроить и как бы дополнить эту ситуацию науминальности можно еще тем, что психические элементы, то есть элементы психического, с которыми мы имеем дело, ну, например, тревога. Она может иметь некие соматические воплощения, но при этом соматические воплощения не схватывают суть тревоги в качестве психического события. И получается, что аналитик все время имеет дело с идеальными объектами, да, то есть он все время имеет дело с тем, что может быть обнаружено, но это обнаружение не позволяет нам судить о самом переживании, ну, то есть о самом душевном состоянии, ну, о тревоге, например. Ну, то есть, где он интересует тревогу, да, то есть он хочет ее, встретиться с ней лицом к лицу, да, то есть он хочет ее концептуализировать. И только опыт позволяет ему догадаться, что человек, который находится перед ним, испытывает жуткую тревогу, потому что она может обнаруживаться, а может и не обнаруживаться. И в связи с этим Бион говорит о том, что, ну, и как бы один из самых главных сюжетов психоаналитических состоит в том, чтобы суметь как-то описать то, что происходит в кабинете. Это обязанность психоаналитика. Вот Фрейд как-то говорил, по-моему, в «Проблеме дилетантского анализа», что очень существует большая трудность с распространением психоаналитического знания и с его экспликацией, да, то есть с его объективацией, потому что нельзя вынести за рамки кабинета аналитические события, что как только мы осуществляем это движение, то, в общем, оно разрушается, да, то есть или искажается. Ни супервизорские практики, ни собственные пересказы и записи позднейшие, скажем, анализанта, да, то есть тех же самых анализантов Биона о том, как происходил анализ с ним, не дают нам понимания, да, то есть несмотря на то, что вот в супервизиях даже существует такое выражение, да, то есть когда супервизор говорит аналитику о том, что, о необходимости привести сюда своего пациента, то есть выстроить представление о случае таким образом, чтобы супервизор смог почувствовать присутствие пациента, чтобы не иметь дело только с интеллектуальными конструкциями аналитика по поводу того или иного случая, да, то есть а чтобы как-то встретиться с тем, чему, собственно, все усилия и посвящены. То есть уже Фрейд понимал, да, то есть вот связанную с психоаналит, вот с этим процессом, да, то есть трудность. Но Бион еще больше радикализирует эту идею, да, то есть он говорит о том, что самому аналитику внутри, да, то есть находясь внутри аналитического кабинета, трудно понять, что на самом деле происходит. Невозможно, да, то есть или исключительно трудно. И связано это еще с тем, что у него есть свои собственные знания, своя собственная оптика, ну, которую он включает для того, чтобы это понять, да, то есть вообще его стремление понять, оно является главным, опережающим, и там про любопытство Бион потом еще будет говорить. и про опасность того, что любопытство как бы встроено в саму структуру психоанализа. И вот эта поспешность, которая естественным образом присуща стремлению понимать, она является гарантией того, что аналитик не поймет, или что он поймет неправильно. То есть нужны какие-то специальные совершенно инструменты для того, чтобы научиться создавать это описание. И, конечно же, Бион отнюдь не претендует на то, что он, вот вам, пожалуйста, вот такой инструментарий, то есть берите, пользуйтесь, он формулирует вопрос, да, то есть он только говорит о том, что это одна из самых сложных проблем, которую необходимо решать, как решать ее непонятно, это такая опоря психоаналитическая, но без того, чтобы здесь что-то сделать, вообще ничего не получится. И его как бы продвижение, ну то есть оно связано с некой такой идеей, во-первых, выделения в этом психоаналитическом поле как бы неких единиц аналитической событийности, выделения чего-то, что вообще можно потрогать, то есть на чем можно сосредоточить свое внимание. И он называет это или психоаналитическими элементами, или психоаналитическими объектами. То есть вот в этом вот номинальном поле, то есть представьте себе, выделить какой-то психоаналитический объект. Чем это могло бы быть вообще? То есть это стол, стул, то есть это человек, то есть это фраза сказанная, это мысль, которая появилась у аналитика, это интерпретация, то есть является ли интерпретация психоаналитическим элементом. В некотором смысле все может оказаться такого рода элементом, в том случае, если удовлетворяет определенным критериям. И эти критерии связаны с расширением, то есть психоаналитический элемент, это то, что имеет некоторое расширение. Расширение, и вот тут уже начинается такой, как бы вот уже язык Биона, да. Язык, как бы такой, мне кажется, что здесь интуиция прокладывает себе путь в языке. То есть он не стремится найти какое-то слово, которое, ну как кастрация, например, которое удачно запечатало бы тот или иной феномен, которое могло бы служить этим ярлыком, хорошим, таким, настоящим. Но он пытается как бы раздвинуть сам язык, то есть вот найти в нем, то есть заставить его артикулировать. И вот потом все термины Биона, они, в общем, будут иметь такие особенности, да. То есть его понятия, они очень часто синонимичны, например. И эта синонимия, она тоже связана с этим повторением одного и того же языкового движения. То есть в данном случае он говорит о расширении, о том, что психоаналитические объекты должны иметь расширение в область чувства, в область мифа и в область страсти. И под расширением в область чувства он имеет в виду вот эту проблему разного восприятия, да. Что вот то обстоятельство, что у нас с вами ни один единственный орган чувств, да. То есть если бы он был один, все может быть было немного проще, да. То есть у нас их несколько. И данные этих органов чувств, да, то есть могут противоречить друг другу, да. То есть то, что я вижу, может противоречить тому, что я слышу, или тому, что я обоняю, да. То есть или что-то может быть дано мне, например, только в слухе. И Бен говорит о том, что вообще сложно доверять тому, что дано нам в чувстве, в аналитическом кабинете, потому что, ну, мы находимся в поле проективных идентификаций. А проективная идентификация, прежде всего, срабатывает именно через чувства, да. То есть через то, что мы начинаем что-то непосредственно ощущать, да, то есть что-то воспринимать. Но не факт, что это существует на самом деле. Ну, то есть некоторая галлюцинаторность, фантазия, ну, то есть это все активно работает в кабинете, да. То есть мне может показаться, что я слышу какие-то слова. Но совершенно не факт, что именно они прозвучали. И поэтому Бен говорит о том, что чувства должны быть организованы таким образом, чтобы вступить во взаимодействие с тем, что, ну, как бы не принадлежит полю чувственного восприятия. И он практически различает чувство и чувственность. говоря о том, что, как бы, некая совместность работы чувств должна позволить нам, должна выработать в нас некий тактус интимус. То есть некую особую чувствительность, то есть в отношении объектов, которые не принадлежат непосредственно материальному пространству. То есть мы все-таки должны вступить с этой самой тревогой в некоторое непосредственное взаимодействие. То есть она должна быть близко для нас. То есть мы должны, ну, то есть не только видеть проявление этой тревоги, то есть мы должны к ней подойти на предельно маленькое расстояние. И вот это, собственно, и означает, да, то есть расширение в область чувства. То есть если нам удается подняться над этой эмпирической поверхностью, но при этом для него это как бы такая рациональная совершенно вещь. То есть речь не идет о... Ну, на самом деле, конечно, можно сказать, что речь идет об интуиции. Но интуицию он совсем не хотел бы сакрализовать. То есть его задача как раз в том, чтобы продемонстрировать, что механизмы интуиции являются строго рациональными. То есть можно попытаться развернуть это. То есть, конечно, это задача подробного описания того, каким образом наши чувства вступают в контакт с нечувственным. Это как бы... Она отложена, да, то есть он не показывает нам этого. Но он с разных сторон, да, то есть говорит о том, что с этим мы все равно имеем дело. Расширение в область... И, конечно, еще очень важно то, что помимо моих собственных чувств, ну, так скажем, в качестве аналитика, я еще имею дело с чувствами анализанта, который тоже нечто воспринимает. И, например, когда интерпретация выносится, то чрезвычайно важно, чтобы... То есть для Биона, скажем, удача интерпретации связана не с ее, ну, какими-то такими инсайдерскими... То есть дело не в том, что она точно что-то угадывает. Ну, то есть дело не в том, что она оказывается юристичной. Задача интерпретации прежде всего в том, чтобы говорить с анализантом об одном и том же. То есть сформулировать свое высказывание так, чтобы другой понимал, что именно обсуждается. Потому что Бион исходит из того, что переживание анализантам аналитического поля, то есть события аналитического пространства, может оказаться совершенно несовпадающим. с тем, каким образом аналитик это переживает. То есть психические реальности, они находятся в разных измерениях. И очень большие усилия нужны для того, чтобы как-то найти, ну, то есть говорить об одном и том же. И вот это как бы такой интересный момент, потому что оказывается... Ну, то есть это закон тождества, вообще говоря. Но это закон тождества, который уже изначально артикулируется, да, то есть и пытается быть примененным в интерсубъективном пространстве. То есть сказать таким образом, да, то есть чтобы быть уверенным в том, что другой понимает, о чем я говорю. То есть и удерживать это в качестве некоторой реальности. И вот это интерсубъективное измерение, оно вторым типом расширения, да, то есть второй областью тоже всячески поддерживается, да, то есть это расширение в область страсти. И он противопоставляет страсть неистовости. И он хочет сказать, что под неистовостью вот это он понимает силу переживания, интенсивность чувств. Да, то есть со мной, я так сильно люблю, да, то есть я так сильно ненавижу, или я испытываю такое сильное отвращение, да, то есть или такое сильное раздражение. Это не является страстью. Это принадлежит только этому полю чувства, да, то есть я не могу говорить о страсти на основании собственного чувства. Страсть является характеристикой той связи, которая существует между двумя умами. И вот здесь тоже такой любопытный момент, даже не просто между двумя, между аналитиком и анализантом. Да, то есть не между двумя системами восприятия, а между двумя умами. То есть он как бы изначально предполагает, что если такого рода связь возникает, то она всегда отмечена эмоциональной интенсивностью. Да, то есть что два человека не могут быть безразличны по отношению друг к другу. Это такое интересное предположение. Ну, мы же по повседневности постоянно сталкиваемся с этим безразличием. Но аналитическое пространство немножко иного рода. То есть оно экспериментальное, да, то есть оно чистое. Гипотеза Пиона как бы в том, что если мы оказываемся с другим человеком в одном пространстве, изолированном, да, то есть всего мира, кадре вырезанном из мира, то если мы остаёмся там достаточно долгое время, ну, я не знаю, 40 минут уже достаточно, то уже здесь начинает искрить непременно. А если искрить не начинает, то это означает, что человек предпринимает очень серьёзные какие-то, организует мероприятия, ну, то есть для того, чтобы эта встреча не произошла, да, то есть, ну, и тогда это, в общем, сразу же становится заметно, и, ну, как бы эти защитные, ну, мероприятия защитные, и с этими защитами можно попытаться как-то взаимодействовать, да, то есть можно попытаться выяснить, почему нет этой связи. И Бион сразу же описывает нам, и это тоже такой элемент, как бы формализации, то есть он полагает, что, ну, не такое большое количество связей между людьми может возникать, да, то есть их три, вообще говоря, и это связь любви, связь ненависти и связь знания. И то, что он связь знания выделяет в качестве самостоятельной, да, то есть мы привыкли, почему же у нас как будто бы есть представление о том, что такое любовь и что такое ненависть, но вот связь знания, ну, то есть она является чем-то совершенно новым, ведь мы не говорим о какой-то образовательной ситуации, да, то есть мы не говорим об отношении учителя и ученика, да, то есть где отношения по поводу знания являются, ну, некоторыми условиями, нет. Речь идет просто о двух людях, которые могут находиться друг с другом в отношении знания. И вот здесь, конечно, такая совершенно хайбегеровская тема звучит, потому что, когда он описывает эти связи, то он имеет в виду не, опять же, не симпатию или антипатию, которая возникает между людьми, которая оказывается каким-то образом реализована, ну, то есть и, ну, реализована, например, в, ну, как мы все, симпатия-антипатия, короче, он говорит о расположенности, не о том, что люди чувствуют по отношению друг к другу, а о том, как они оказываются расположены по отношению друг к другу, а то есть поэтому он называет это связью, ну, то есть имея в виду, что это опять артикуляция, да, то есть что это пространственная некая характеристика. И совершенно по-хайбегеровски можно сказать, что, например, связь знания – это та ситуация, когда другой позволяет мне что-то, ну, получить доступ ко мне самому. То есть знать, связь знания, да, то есть она не может быть односторонней связью, ну, то есть когда аналитик, например, что-то узнает об анализации. Если два человека находятся в отношениях знания, то они знают, как обстоит дело с ними. И это, конечно, один из тоже таких моментов, который затрагивает проблему нейтральности в психоаналитической технике, потому что мы как будто бы классический психоанализ, да, говорит нам о том, что аналитическое отношение должно быть асимметрично, что аналитик является некой загадкой для анализанта, да, то есть анализант ничего не знает о нем, а аналитик наоборот, да, то есть один о другом ничего не знает, другой о первом знает очень много, чуть ли не все, ну, и тогда, конечно, да, то есть связь знания работает только как некая информированность моя о ком-то. Но вот такая антологизация, да, то есть этих связей, она как бы указывает нам на разрушение этой асимметрической конструкции. И дело не в том, что, ну, он совершенно соглашается с Фрейдом в том, что не надо аналитику рассказывать о том, как обстоит дело у него в семье, и что произошло на прошлой неделе, и делиться какими-то еще важными сведениями, которые сейчас представляются особенно уместными, опытом своим делиться, да, поскольку вдруг оказалось, что аналитик переживает то же, что аналитик уже когда-то пережил и вышел из этой ситуации с той или иной степенью успешности. Нет, совсем нет. Речь о другом, да, то есть речь о том, что вот эти отношения в кабинете, они начинаются с чистого листа, и это вся история, которая может быть прожита. То есть здесь ничего нет сокрытого. Все достаточно открыты по отношению друг к другу. Ну вот, это как бы вот про... И эти связи, то есть оказываются эмоционально интенсивные, то есть по определению. И вот эмоциональная интенсивность любви, ненависти и знания отличается от той интенсивности чувств, которую я несу внутри себя только. Ну, то есть и моя собственная интенсивность пусть характеризуется как неистовость, а вот та, да, интерсубъективная, она, ну вот, да, будет названа страстью. Ну, то есть и вот эта вот английская passion, да, то есть которая несет в себе и активный момент, и пассивный момент, тоже оказывается очень существенным. Ну и вы видите, что Бион как будто бы сразу смещает наше внимание, да, то есть он свою онтологию, свое понимание, как вот этой номинальности аналитического события, да, то есть он начинает выстраивать, исходя из интерсубъективности. То есть все события, которые происходят, да, то есть происходят только в пространстве между. Не у одного и другого, а потом они о чем-то договариваются, да, то есть а сразу в этом взаимодействии, да, то есть сразу в том, каким образом делится, что такое аналитическое взаимодействие, это то, каким образом оказываются поделены пространство и время анализа. Ну и вот третий момент, который на самом деле второй, да, то есть это расширение в область мифа. И вот здесь Бион говорит о том, вот это, он говорит о том, что миф в психоанализе это своего рода формула. То есть когда мы говорим о формализации, то с настоящей действующей формулой, действенной формулой, мы сталкиваемся именно в мифах. Ну, потому что история Дипа, например, да, то есть это история, ну, нескольких тактов, да, то есть мы выбираем какие-то центральные моменты, и эти центральные моменты снова и снова, да, то есть проживаем как моменты выбора, да, то есть как моменты, ну, такие структурирующие. И для Биона это возможность, да, то есть он говорит о том, что, ну, вот миф, да, то есть является некоторым инструментом постижения возможного. То есть мы обращаемся к мифу прежде всего потому, да, то есть что мы имеем дело с тем, что может произойти, а не уже произошло, да, то есть или с тем, что уже произошло, да, то есть, но вместе с тем имеет дополнительное измерение, измерение как если бы. И вот это измерение как если бы, да, то есть важнейшая характеристика психоаналитического элемента. То есть три способа выйти за рамки самого себя, да, то есть, ну, скажем, если мы имеем дело с непрессионными столами, стульями, да, то есть как сделать так, чтобы столы и стулья превратились в психоаналитические объекты. Ну, то есть для этого они должны быть чем-то, в чем воплощены наши отношения, да, то есть они должны быть элементами страсти, они должны иметь вот это вот дополнительное измерение как если бы, ну, то есть и они должны использовать наши чувства для того, чтобы, опираясь на наши чувства, как бы подняться на цыпочки, да, то есть и увидеть то, что мы не можем увидеть глазами, ушами, ну, вот как бы глаза, уши, обоняние, осязание, это все очень нужно нам для того, чтобы схватить, ну, как бы настоящие характеристики, да, то есть настоящие свойства. То есть Бион как бы говорит о том, и он, кстати, сказать, когда он цитирует Фрейда снова и снова про то, что сознание есть орган чувств для восприятия психических качеств, то он как бы имеет в виду, что, ну, как бы чувственность интеллектуальна на самом деле, да, то есть что она принадлежит не к ему другому полю, то есть, а что чувства являются только некоторым инструментом, важным очень, да, для того, чтобы подняться на этот уровень чувственности. Вот, и вот такая как бы первая его работа по выделению, ну, как бы какой-то предметности, да, то есть и тогда мы уже можем за что-то зацепиться. Но на этом дело, конечно, не заканчивается, и тут уже пора нам приближаться к главному конструкту Биона. Биона, он схематизирует аналитическое пространство. И вот, конечно, один из таких любопытных моментов состоит в том, что он все-таки начинает с пространства, да, то есть не с концептуализации аналитического времени, а с пространства. Возможно, это объясняется тем, что, как говорит Фрейд, в бессознательном времени нет, ну, а мы понимаем, что за этим утверждением, да, то есть стоит представление о сложности временной организации бессознательного, да, то есть о том, что время гетерохронно, и... то есть, может быть, Бион начинает работать с пространством, потому что время не визуализируется, да, а может быть, потому что, ну, он как бы еще не... ну, эта задача остается опять впереди. Ну, вот что с пространством происходит? Он полагает, что поле это можно задать через некую... ну, вообще всегда такая вещь, как система координат, она очень помогает, да. То есть всегда можно начать с того, чтобы попытаться воспользоваться, да, то есть это дидартовской осью. Но одно маленькое отличие, ось эта вот таким образом организована, да, то есть она перевернута. То есть есть некие две логики, которые определяют смысл аналитического события. И первая логика, это логика психического восстановления, ну, то есть, или того, что Бион называет ростом и развитием. Не помню, говорила я об этом в прошлый раз или нет, но вот здесь сталкиваются два методологических концепта. Для Фрейда психическая деятельность понимается в модели конфликта. Ну, например, конфликта втеснении и вытесненного. То есть конфликта я и влечений. Конфликта я и внешнего мира. Для Биона более, ну, как вот такой, ну, то есть той перспективы, да, то есть в которой он существует, является перспектива роста. И в этом смысле такого, это очень странный рост. Это не, то есть, человеческая психика растет не так, как растет трава, например. А человеческая психика делает себя. То есть речь идет о таком росте строительства, то есть росте созидания. И это рост, который, ну, или как-то строительство, ну, вот как строят дом. То есть у нас привезли кирпичи, то есть начали складывать кирпичи. А психика складывается, то есть строится по-другому, нет никаких кирпичей. И это, то есть кирпичи нужно как бы самому делать. При этом из того, что у тебя уже есть. Ну, то есть, а у тебя ничего нету изначально. У тебя есть тело. И все. Но на самом деле это очень много. Потому что тело, это ощущение, то есть это переживание собственного тела. И вот каким-то образом из всего этого, то есть или только из этого, нужно создать вот всю эту сложную психическую реальность, которую мы имеем, например, в текстах Шекспира, то есть Ильича или Владимира Владимировича Набокова, например. То есть это строительство не на основании прошлого, а это опережающее строительство. То есть из, ну, как бы из будущего, можно сказать. То есть когда я сам себя создаю и продвигаю себя впереди себя. То есть вот поэтому первая книга Биона, которая называется «Научение через опыт переживаний». Она оказывается, в общем, самым важным высказыванием и самым важным концептом, потому что, по сути, он говорит здесь о том, что смогу ли я выстроить себя из самого себя, зависит от того, смогу ли я использовать тот опыт, которым я изначально, минимальный опыт, которым я располагаю, потом этот опыт будет чуть-чуть расширяться. Но весь вопрос в том, смогу ли я им воспользоваться. Потому что если не смогу, то как бы все. То есть весь этот процесс, он тут не научится. То есть первая логика, да, то есть это логика этого роста, роста психики. И тем самым мы имеем здесь, ну, некий такой образ, можно сказать, незрелый. Ну, потому что мы должны допустить, да, то есть что она, ее сначала, она была, существовала на каких-то примитивных стадиях, да, архаических, а затем уже реализовалась. И, конечно же, имеет это все практический смысл, да, поскольку обе эти оси, они как бы персонифицируют анализанты и аналитика. И если для Биона иметь зрелую психику означает создать некоторый аппарат мышления, да, то есть сформировать эту способность, то речь идет о поломке, да, то есть, ну, потому что анализант приходит в аналитический кабинет потому, что у него что-то поломалось. И для Биона это связано, конечно, с поломкой возможности использовать свой опыт, например, да, то есть один из таких моментов. То есть на этой оси, да, то есть мы сталкиваемся с возможными дефектами мышления, да, то есть и с тем, каким образом они могут быть исправлены, да, то есть с этими механизмами саморепарация, да, то есть в клянинском, на клянинском языке, да, то есть я, конечно же, все время все порчу, да, то есть, но при этом я же сам, то, что я порчу, да, то есть я же исправляю. Поэтому вот возможность репарации моего собственного психического аппарата, ну, то есть она здесь постоянно присутствует. И вторая ось. Эта ось, как легко можно догадаться, репрезентирующая аналитика, его психическую реальность и его способ мышления. И вот тут, конечно, такой очень опасный момент, потому что как будто бы неравновесность здесь задается, да, как будто бы мы имеем дело с поломанной системой мышления и с хорошей такой, да, с хорошо налаженной. Ну, конечно, Белл никогда бы с этим не согласился, поскольку он, хотя мы вот чисто формально, да, то есть мы как бы должны исходить из предположения, что если анализант выступает в качестве ребенка, ну, то аналитик выступает в качестве взрослого, то есть в качестве некой сложившейся психической реальности, да, то есть, ну, по крайней мере, позиция у него такая. Но вот дальше вопрос о том, как будет реализована эта позиция, да, то есть если здесь логика роста задана, то что за логика там, где уже всякий рост как будто бы состоялся. Есть такие ответы, ну, как будто бы готовые, да, ответы, которые дает нам Бион в качестве формул, ну, например, он говорит о том, что горизонтальная ось – это классификация интервенций, то есть это тот тип интерпретации, да, то есть те возможные формы интерпретации, которые дает аналитика. Все сразу очень радуются, когда это слышат, потому что это очень оптимистически звучит, потому что можно ознакомиться, ну, очень хорошо научиться разным способом, но особенно, когда этот набор интерпретаций конечен, то вообще прекрасно совершенно. Можно ее быстренько выучить и использовать. Ну, и опять же, думаю, что ты знаешь, что такое аналитическая интерпретация. Ну, наверное, более широко можно сказать, что для Биона за этим стоит теория интерпретации, да, то есть не классификация интерпретации, а теория интерпретации. То есть вообще то, что он понимает под таким ответом аналитика, да. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что для Биона мышление имеет такой двусторонний характер, что две, ну, как бы две составляющие очень важны, да, то есть есть мысли, и эти мысли существуют как некие идеальные объекты, и есть те формы, ну, то есть те инструменты, которыми эта мысль может быть схвачена, да, то есть то, что может эту мысль мыслить, то, что Биона называет аппаратом для думания мыслей, ну, то есть, и, собственно, вся событийность мышления, она превращается во взаимодействие между существующими мыслями и этим аппаратом для думания мыслей, ну, то есть иногда там говорят о том, что вот мысль находится в поиске того аппарата, да, который мог бы ее продумать, что вот отношение между, ну, аппарат тоже ищет мыслей, которые можно было бы переработать, да, то есть подумать, ну, и тут очень разные всякие формы контакта, да, возникают. Вот теория интерпретации Биона, да, то есть это вот как-то сразу же эти специальные перчатки, которые мечи хватают, да, что это вот как бы такие приборы для того, чтобы улавливать мысли анализанта, поскольку в этой логике развития мыслей, да, то есть мы с самыми разными формами этих мыслей сталкиваемся. И так вот это пространство, да, то есть аналитическое, оно само, что ни на есть абстрактным образом, может быть ограничено, ну, то есть, или задано этой системой координат, и, соответственно, каждая из этих осей может быть размечена, да, то есть что-то происходит здесь. Ну, и мы можем все это вот так вот нарисовать. И получим вот такое поле, да, то есть это то, таким образом, где он видит аналитическое поле, да, то есть это множество мест, ну, то есть множество мест, которые определяются, да, то есть каждое из этих мест может быть идентифицировано через свою соотнесенность с вертикальной и горизонтальной оси. Ну, то есть аналитическое событие, да, то есть или психоаналитический объект, то есть вот сначала, да, то есть мы можем попытаться понять, претендует ли что-либо на качество психоаналитического объекта, да, то есть может ли это стать событием, а затем для того, чтобы уже более детально разобраться с этим событием, мы оказываем, ну, то есть с помощью этого инструмента, да, то есть мы можем понять, как по поводу этого объекта взаимодействуют психикоанализанты и психикоаналитики. И Био называет это решеткой. В русском переводе, в русских книгах перевели по-другому, перевели как таблица, потому что это действительно похоже на таблицу, но чем дальше, тем больше, мне кажется, что это никуда не годный перевод, потому что создает это другие коннотации, коннотации, связанные с исчислимостью табличного пространства, тогда как задача Биона прямо противоположная. То есть, когда он пытается представить аналитическое пространство как множество мест, то он исходит как раз из некоего такого представления о бесконечности. То есть, с одной стороны, это пространство как бы конечно, но потому что оно имеет этот вырезанный кадр, потому что даже, собственно, количество строк здесь ограничено, то есть и пока количество столбцов тоже ограничено, но несмотря на это, то есть вот как бы на эти существующие границы, то есть в этих границах, это поле мыслится им как бесконечное. Потому что с помощью решетки мы можем сосредоточиться на любом минимальном, с помощью решетки включается измерение микроизмерения, то есть микрофизико-аналитического поля. Это термин, который появится немного позже в постбионской традиции. Ну и можно начать, ну и конечно же еще одна ассоциация, которая немедленно прибудит нам в голову, это шахматная доска. Но прежде всего потому, что та рубрикация, которую выбирает Бион, она такая шахматная, то есть он предлагает строки именовать, по-моему на морской бой похоже. А здесь соответственно один, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и вот система идентификации, там B4, например, да, или А1, и как в анекдоте, да, то есть два аналитика могут обмениваться при супервизии, да, то есть можно построить на обмене такими, а дальше произошло D5, да, а уровень в ответ Е6. Ну на самом деле, конечно же, в этих строках упаковано очень многое. Ну и начнем сначала, то есть начнем со строки А, в которой Бион располагает так называемые бета-элементы. Ну и если речь идет о психическом росте, то это стартовая точка, да, то есть это то, с чего начинается любая ситуация психического роста. С чего она начинается? С соматических ощущений. Но есть как бы одна маленькая деталь, это аффективно окрашенные соматические ощущения. И вот тут, конечно же, очень Бион целиком следует логике Мелани Кляй. Ну то есть для него то, каким образом Кляй написывает отношения младенца и матери, да, то есть в частности отношения кормления, да, то есть отношения с материнской грудью. То есть он целиком принимает это описание, но вносит туда тоже свои как бы небольшие модификации. И модификации эти связаны тоже с таким, с логическим моментом, да, то есть и с целой темой, да, то есть и с мотивом Бионовской мысли, с темой негативности. Ну вот сейчас мы увидим, как это все происходит, но прежде всего следует сказать о том, что вот бета-элементы в качестве ощущений голода, холода, ощущения всевозможного неудобства, ощущения страха, страх аннигиляции, да, который переживает младенец, то, что Кляй называет пенсикуторной тревогой, все эти состояния, то есть, конечно же, есть еще состояние удовлетворения, но состояние покоя, да, то есть комфорта, блаженства, которые испытывает ребенок, они никакой проблемы не представляют, да, то есть проблемой являются только негативные переживания. И примерно так же, как Кляй, Бион говорит о том, что ребенок переживает страдания как присутствие в себе чего-то плохого, поэтому единственная возможность с этим справиться, это эвакуировать из себя. Ну, то есть и проекция является, конечно же, одним из основных инструментов, это инструмент, который поддержан тоже телесно, да, то есть, поскольку ребенок способен отрыгнуть то, что он принял в себя, то психический акт, да, то есть он как бы складывается по модели этого физиологического движения. и бета-элементы оказываются таким психическим материалом, да, то есть вот таким строительным как бы психическим материалом, который как раз главным образом транспортируется. то есть с соматическими ощущениями, ну, то что можно сделать? Их можно переместить, ну, то есть их, ну, вот, садистические атаки на материнскую грудь являются одним из таких, одной из таких форм проекции. Когда я помещаю в пространство материнского тела те ужасные переживания, ну, то есть которые меня переполняют. Ну, точно так же я могу переместить их, постепенно структурируется внутреннее пространство внутри меня, и я могу расположить их где-то внутри самого себя, да, то есть найти какой-нибудь подальше угол и упаковать их определенным образом. То есть обращение с соматическими ощущениями, да, возможно, ну, как бы вот в такой, как бы, как упаковка, да, то есть мы их складываем, закрываем, и я, конечно, тоже все время вспоминаю эту современную дизайнерскую историю, и тут даже такая оппозиция недавно возникла на одной из лекций, ну, то есть вот как-то мы все уже живем в такой культуре магазина Икея, ну, то есть и то, что мы больше всего в Икея ценим, это коробочки, ну, потому что они позволяют этот домашний хаос превратить во что-то более-менее приличное. Ну, и вообще, как бы вот идея коробочек, и не только коробочек, но еще и такого пустого пространства, то есть вот современное пространство очень часто предполагает все эти складывающиеся, ну, штуки, да, там, кровать, которая поднимается и уходит, и вот вроде бы нам много еще нужно для жизни, ну, то есть и шкаф нужен, и кровать нужна, там, и стол нужен, а потом все воспользовался, встал, убрал, да, то есть у тебя огромное пустое пространство. Ну, вот эта идея дома как пустого пространства, она, в общем, как бы вполне соотнесена, да, с этим концептом бета-элементов, и вообще неизвестно еще, что в силу чего повозникает. А оппозиция как бы в том, что недавно одна из моих киевских приятельниц, армянка по национальности и живущая в Тбилиси, это как бы важный момент, да, потому что, то есть родившаяся в Тбилиси и много времени там проводившая, значит, армянка сама и живущая в Киеве. И сейчас она опубликовала фотографию одного грузинского дома. Ну, вот, если вы любите фильмы Параджанова и Осилиане, то, ну, это вот такая, совершенно такой взрыв материальной культуры. То есть это дом, в котором миллион вещей, и каждая из этих вещей, это красота. По разной причине красота. И, ну, вот этот космос, ну, то есть, но при этом вообще непонятно, да, то ли космос, то ли хаос, но в любом случае это вот полная противоположность тому пустому пространству, да, которое нас увлекает, да, то есть в последнее время, когда мы думаем о том, как нам построить, да, то есть где нам жить, да, то есть в каком пространстве мы бы хотели жить. Ну, что вот есть крайние точки, да, то есть можно жить в таком пространстве, можно жить в таком пространстве. То, что предпочитает. И вот бета-элементы, логика бета-элементов, это, конечно, такая перспектива этого порядка. Порядка, который позволяет нам не сталкиваться с тем, что... Ну, а Фрейд же нам говорил, ничего нельзя уничтожить в психическом пространстве. Любой эффект, любое представление, которое когда-либо возникли, которое мы переживали, все это остается. Но Фрейд полагал, что мы это все вытесняем, а Бион говорит, мы это все в коробочке складываем. И все очень хорошо изолируем. То есть вот этот вот изолирующий психический жест является очень важным. И он, по сути дела, задает некую стилистику функционирования психики. И одна тема, она как бы связана... Грузинская тема, да? Она связана с контекстуализацией. То есть когда создается какой-то контекст, очень насыщенный. А другая тема связана с порядком, основанным на изоляции. Соответственно, вот то, с чего мы начинаем, это бета-элементы. И кажется, что это такое плохое начало. Но на самом деле это то, которое есть начало, то есть нет другого. И ровно из этого начала может вообще что-то возникнуть. Почему плохое? Ну, плохое, потому что я так его плохо описываю. Ну, как защитные, сплошные защитные мероприятия. То есть как уничтожение психической жизни. То есть уничтожение психической реальности. Ну, или особое совершенно... То есть порождение такой психической реальности, которая, как Бион скажет позже, не является ни жизнью, ни смертью. Да, потому что, ну, здесь нет уничтожения, да, то есть, ну, здесь есть обезвреживание, как бы систематическое обезвреживание. Но они же, ну, собственно, поскольку это аффективно окрашенные соматические ощущения, они являются тем, что Бион называет протоэмоциями. И, соответственно, тем возможным источником, да, то есть, из которого вообще может что-то получиться. А проективная идентификация, которая с этими, эти бета-элементы порождает, да, то есть запускает всевозможный этот круговорот этих элементов, то есть проекция, реинтроекция, да, то есть опять проекция, опять реинтроекция, страх преследования, параноидно-шизоидная позиция, да, вот это все, что мы любим. И проективная идентификация, говорит Бион, является, ну, то есть, опять же, после Мелани Клейн мы проективную идентификацию осуждаем, да, то есть мы видим в ней такого врага психической реальности, но Бион говорит, что это первая форма мышления, на самом деле. И вот здесь тоже такой момент, связанный с интрасубъективностью, да, то есть, что, если мы признаем, что проективная идентификация, то есть размещение тех или иных, то есть размещение собственного психического материала в другом, да, то есть, причем размещение его таким образом, что действие другого, да, то есть по отношению ко мне приобретает некий реальный характер. Ну, то есть я заставляю другого ответить мне, ну, то есть заставляю другого ответить так, как я этого хочу. И вот, собственно, это есть не что иное, как установление, то есть проективная идентификация создает интерсубъективную связь. Да, у нее есть чрезмерная проективная идентификация, порождает параноидные реакции, да, то есть, и шизоприническую реальность. но в принципе проективная идентификация сама по себе только и начинает сшивать меня и другого, да, то есть меня и другого. И затем, как бы, разделить нас окажется, ну, то есть потребуются уже специальные какие-то другие механизмы, да, то есть помощь интроекции, да, то есть просто проекция, просто интроекция, для того, чтобы ослабить слишком сильные эффекты проективной идентификации. Ну, и тоже это может быть, то есть это можно себе представить, да, то есть что то, с чего мы начинаем, это очень интенсивные старты, да, потому что если бы все запускалось медленно и осторожно, то, ну, как бы быть с гетерохромностью? Ну, то есть откуда бы она взялась, вообще говоря, да, то есть а она происходит, и скорее всего, именно в силу того, что старт бывает очень резким. Ну, то есть, ну, вот, Винни-Кот очень любил говорить о том, что, как бы размышляя о психозах, детских психозах, он говорил о, как бы, этих скоростях младенца, ну, то есть о том, что на самом деле младенцы бывают быстрые и медленные, то есть те, которые спешат родиться, то есть и те, которые не спешат рождаться, те, которые как бы ну, как бы готовы к встрече с реальностью, то есть собираются, сосредотачиваются, предоставляют быстрый и адекватный ответ, то есть которые уже, как бы, являются сознательными, да, еще сознания нет, но они уже как бы готовы к этой встрече. И те, которые медленно, то есть постепенно уже после сначала тупят, 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 а потом начинают адекватно отвечать, На самом деле Виннигут говорил о том, что эти быстрые младенцы – это будущие шизофреники. То есть это те, которые с самого начала раскачивают свою психическую реальность, порождают крайние точки. Ну, то есть быть умным, в этом смысле быть умным младенцем – это очень опасно. Ну и, конечно, вспоминается мудрый младенец Шандера Ференса, который, в общем, говорит тоже о хрупкости, то есть такого рода субъекта. Ну так вот, и так, значит, бета-элементы обслуживаются у нас проективной идентификацией, то есть являются, собственно, источником эмоций, и то, что нам показывают, что мышление и эмоции – ну, аффективная окрашенность. Тут еще вот важно, что Бион использует термин «эмоции». Неприятный языковой термин, ну, прежде всего потому, что он для нас вписан жестко достаточно в психологический контекст. Для Биона эмоции играют примерно ту же роль в его системе, что для Фрейда влечения. То есть для него это отнюдь не… Ну, или все-таки, наверное, я думаю, что можно поставить такое знак равенства, да, то есть между аффектами и эмоциями. И вот тогда можно сказать вполне, что мышление и аффект, мысль и аффект, ну, то есть они изначально принадлежат вот этому интерсубъективному пространству, локусу, то есть у него субъективно. Вторая строка. А, ну, а что касается некоторых практических смыслов, то есть нарисовали мы бы эти элементы, что это означает? Ну, в аналитическом кабинете можно столкнуться с такими событиями, которые никак не символизированы. И, ну, самый грубый пример приходит мне в голову с психотическими клиентами, это довольно часто происходит. Запах. Когда клиент приносит в кабинет странный запах, этот запах является бета-элементом. То есть это что-то, да, то есть это некая телесная продукция, аффективно окрашенная телесная продукция, которую не удается никаким образом символизировать. Все навязчивые движения, да, то есть, ну, не все, нет, не все, конечно же, есть разные навязчивые движения, ну, то есть есть как раз можно там сумочку открывать и закрывать, да, а можно, ну, вот, как Бион, например, описывает клиента, который ерзает на кушетке, пытаясь найти какое-то положение, да, то есть более удобное положение для тела. И вот такие телесные проявления, да, то есть, ну, тоже, конечно, такие яркие прецеденты, которые можно квалифицировать как бета-элементы. Ну, то есть, ну, вот, для Биона очень важно, да, то есть, вот найти эти обломки, как бы, вот, опять же, ему принадлежит этот термин «дебри», такое хорошее английское словечко, которое тоже как-то там оно трудно переводится, но это такой хлам, мусор, осколки, да, то есть вот что-то, что ни на что не годится, да, то есть вот что-то, что не включается ни в какую, ни в какое целое. Ну, то есть вот психотическим клиентам, да, то есть аналитик постоянно встречается с этими бета-элементами, которые очень важно опознавать, говорит Биона, да, то есть что это не является просто чем-то, что еще не материал для анализа, да, совсем наоборот, ну, то есть это вот, да, еще очень важно то, что с одной стороны большое количество бета-элементов свидетельствует о, ну, как бы, еще не работающей машине мышления, но вместе с тем бета-элементы, с одной стороны здесь как будто бы есть хронология, да, то есть, ну, это хронология условная, потому что Бион все время говорит нам, что вот эта вот схема, параноидно-шизоидная позиция-депрессивная позиция, да, которую нарисовала для нас Белоникляйн, когда сказала о том, что параноидно-шизоидная позиция должна быть смещена депрессивная позиция, депрессивная, нормальная невротическая. Бион нас тут разочаровывает, да, то есть он говорит о том, что не оставляет нас параноидно-шизоидная позиция никогда. Как бы замечательно мы ни развивались, но в любой момент мы можем провалиться и снова вернуться на параноидно-шизоидную сталь. В этом смысле на самых звелых этапах развития бета-элементы, то есть как бы хорошо мы не символизировали, кем бы мы ни были, писателями, философами, музыкантами, художниками, там кем угодно, но с бета-элементами у всех все в порядке. Вторая строка обозначается им как альфа-функция, и вот здесь он, да, имеет в виду вот ту странную силу, да, или тенденцию, которая позволяет нам преобразовывать бета-элементы во что-то иное. Во что их вообще можно преобразовать? Ну, есть два таких основных варианта, да, и два способа что-то сделать с этими бета-элементами, помыслить их впервые, это визуализировать их, то есть превратить их в образ или же построить элементарную нарративную цепочку, то есть связать вот это сейчас переживаемое событие, да, то есть этот запах, например, да, то есть или эту боль с состоянием, которое имело место уже один раз или два раза, да, то есть или еще когда-то. И вот это как бы являются такими первыми жестами мышления, ну и, конечно, нам тут интересны самые простые результаты альфа-функции, да, то есть когда уже можно говорить о том, что она работает, да, то есть когда уже начинает производиться собственно психическая реальность. Когда мы спим, конечно же, да, то есть когда младенец спит и улыбается во сне, то это собственно означает, что он что-то видит, да, то есть или если он еще что-то там делает, да, то, ну в общем все, уже какая-то жизнь, да, то есть внутренняя жизнь у него происходит, да, то есть эта внутренняя жизнь связана с, то есть нарратив возникает прежде каких-либо отношений со словами, да, то есть не нужны нам слова для того, чтобы организовывать нарративы, ну то есть нужны, конечно, но можно и без них, можно и без них. И альфа-функция, ну в общем ведет нас к третьей строке, да, которая, которая очень насыщенная, и сюда Бион вносит сновидные мысли, фантазии и мифы. И мы уже знаем, да, что он понимает там мифами, что мифы это некий такой способ моделирования, да, что речь не идет о таких, ну как бы сюжетных конструкциях, да, то есть речь не идет о именах, да, то есть речь идет о вот об этих жестах, как бы логических артикуляциях. Но тут, конечно, очень важно, что мифы все-таки названы, да, то есть и Бион выделяет несколько типов мифов, и все эти мифы, они в общем оказываются синонимичными друг другу, они как будто бы говорят об одном и том же. Ну то есть и то, о чем они говорят, тоже оказывается принципиальным для психической реальности, да, то есть именно здесь мы приближаемся к вопросу об истине. Я сейчас только это обозначу, а продолжим мы в следующий раз. Он говорит о мифе, ну конечно же, первый это святое, да, то есть это миф об Эдипе, второй миф, это миф о Вилонской башне, третий миф, это миф грехопадения, изгнания из рая, и четвертый миф, миф о Полинурии, о кормчем Энея, который обещал не заснуть, и боги над ним подшутили, и превратили его бодрствование в сон, то есть когда ему снилось, что он бодрствует, и утратив различия между сном и бодрствованием, он корабль, он перестает управлять кораблем, корабль налетает на миф, на миф, на риф, и Полинур тонет в волнах того самого океана, который он грозился победить, который он грозился контролировать. И единственное, ну, собственно, вот все мифы, да, это мифы о знании, о некоторой претензии знания, да, то есть плот познания добра и зла, да, то есть Вавилонская башня, которая должна дотянуться до неба, и, конечно же, ключевой миф об Эдипе, но вот интересно, что Вавилон требует сместить акценты в этом мифе, он говорит о том, что совсем не сексуальная история здесь является важной, не убийство отца и не женитьба на матери, а центром этого мифа является разговор с Тереси, то есть разговор о том, что произошло на самом деле, разговор с тем, кто владеет истиной, и с тем, каким образом складываются отношения с истиной у Эдипа. Ну и вот этот важный сюжет, он как раз предполагает встречу двух этих мотивов, да, то есть мотива бета-функционирования и альфа-функционирования позитивного способа существования и негативной логики существования. Ну вот сегодня давайте на этом остановимся, в следующий раз продолжим. Спасибо. Спасибо. Есть пара минут на вопросы, если… А следующий раз? А следующий раз будет через майские праздники. Через майские праздники. Короткий вопрос. Читал ли Гуссерля. То есть, как мы называем, понятно. Читал ли Гуссерля, читал ли Легенштейна. Легенштейна читал, Гуссерля не нашла, не думала. Просто я почему вам в этом спрашиваю, потому что если посмотреть на эту таблицу, то местами начинает просто проситься диаграмма времени из лекции о сознании времени Гуссерля. То есть, не хватает только диагональных соотнесенностей. И мы же понимаем, что каждый следующий элемент будет модифицировать предыдущий. И в этом смысле, если это пространство психоаналитического кабинета, то время заодно просто взаимодействие между строками и столбцами. Ну да. То есть, это динамическая штука. То есть, это регитивная. Я нигде не нашла упоминания о том, чтобы… То есть, есть работы, которые описывают как раз круг чтения Биона. Ну, какие книжки там у него стояли в кабинете, на книжной полке вообще, что он посоветительствовал одних, читал других. Там ничего о Гуссерле не сказано. Да, к сожалению. Если можно еще раз, что у нас есть время. Вот пока, вот до системы координат, да, все, о чем мы говорили, напоминало просто до более третьей политики Канта. Ну, как если бы. Мы думаем, что природу можно мыслить так, как если бы не были цели. Это принцип, который он вводит. Напоминает, соответственно, все входы с развлечением чувства и, например, взгляда. Тоже такое интересное, что потом можно смотреть. Глаза и взгляды. Да, 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 да. Глаза и взгляды. Вот. Ну, вот в этом смысле возникает тогда вот такой вопрос. Да, мы помним, что в третьей критике у Канта все боится. Ну, там, прекрасная, развышенная, развышенная, говорится на математическая динамичность. Мы никак не можем охватить точку схождения. Вот если это логика, ну, чтения Биона, да, то есть его какого-то, ну, естественно, у Лея Миканта верна, да, то вот как это работает? Есть, есть. Конечно же. Именно по отношению к истине она и работает, как альфа-функции, бета-элементы, как система производства ложностей и способ установления отношений с истиной. То есть вот двойное движение, которое, как с лентой Мёбиуса, да, то есть очень трудно выяснить, когда, да, то есть появляется высокомерие. Да, стремление к познанию превращается в любопытство. Специально обнаружу как бы изнанку, да, но которая получается массовой, без шва, без границы перехода. Да, да, да. Ну и тогда, получается, что возвышенная, если брать эту координату, Кантовская возвышенная, да, будет располагаться где-то вот по вертикали, да? Ну, нет, вот тут я не уверена, что можно выстроить аналогию именно с прекрасным и возвышенным, да, то есть я бы просто ограничивалась вот этой историей про двойственность, тем более, что она совершенно четко связана с овладением негативным. Но у Канта негативное как бы превращается в возвышенное, да, негативное удовольствие, а у Биона это превращается в психическую катастрофу. Ну, то есть психоз, возвышенное, ну, это как бы странное возвышенное. То есть он, он же начинает с того, что вот Фрейдовская метафора археологическая, да, что вот Фрейд говорит о том, что мы находим, психоаналитик, он вот осуществляет некие раскопки и находит там руины, да, то есть остатки древней цивилизации, остатки цивилизации. А Беон говорит, что когда психоаналитик осуществляет эти раскопки, он находит там психическую катастрофу. Спасибо. И мы же в прошлый раз с вами говорили о том, что вот этот его личный момент, связанный с сверхтравматизацией, то есть вот он здесь оказывается рабочим. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо.